Здравствуйте! В эфире нашего телеканала информационная программа «Семь минут». Сегодня у нас в гостях Сергей Прошин, председатель правкома студентов Рязанского государственного университета имени Сергея Есенина. Здравствуйте, Сергей! Здравствуйте! Ну, для начала хотелось бы поговорить о том, что такое правком. Для меня это привет из далекого советского прошлого. На сегодняшний день как выглядит эта организация? Ну, правком студентов, непосредственно первичная организация студентов нашего вуза, Рязанского государственного университета, это, ну, к счастью, это не привет из прошлого, это на самом деле очень современная, динамично развивающаяся организация. В ней состоит 99% студентов, обучающихся в университете. И, собственно говоря, основная задача и функция – это защита и представительство. Вот. И, собственно говоря, в этих направлениях мы работаем. К тому же, помимо того, как закон об образовании новые определяют наши функции как представительный орган студентов, так и, собственно говоря, можно говорить, что это орган студенческого самоуправления. Сергей, а что вас в свое время привело в правком? С первого курса обучения, я бы даже сказал, не только с институтских лет, но еще со школы, 10-11 класса, активно старался заниматься внеучебной работой. Это было всегда интересно, игра в КВН, в школе занимался еще выпуском газеты, потом поступил в университет. И, знаете, как сразу затянуло во всю эту деятельность, опять-таки продолжил играть замечательный игрок в КВН, занимался организацией мероприятий на факультете, в лагере ездил волонтером в детский дом, мы держали шефство над детским домом, помогали, организовали там мероприятия, ну и кучу-кучу других разных мероприятий в университете проводили. И так случилось, что в начале пятого курса получилось возглавить профессиональную организацию студентов нашего университета. И я очень доволен, что судьба меня так, ну, повела в эту сторону, потому что столько возможностей, столько знаний и возможностей общаться с людьми, потому что это очень важно в работе, подарил эту деятельность, что я нисколько не жалею вот эти шесть лет, которые уже работаю в университете. Я считаю, что они меня очень сильно развивали и еще, надеюсь, продолжат развивать, потому что, опять-таки, когда ты работаешь с живыми людьми, со студентами, каждый новый день, он предоставляет какую-то тебе радость и эмоций новых от того, что к тебе люди приходят и с какой-то своей ситуацией. И ты стараешься эту ситуацию помочь и решить. Ну, насколько я знаю, помимо того, что вы просто работаете с людьми, со студентами, вы еще и продолжаете быть активным участником всего того, что происходит вокруг. И совсем недавно приняли участие во Всероссийском, правильно, конкурсе? Студенческий лидер. Студенческий лидер, да. Вот если можно, вы стали призером, правильно? Да. Расскажите чуть подробнее, что это за конкурс, опять же, как появилась мысль в нем поучаствовать и за счет чего вы все-таки стали призером? Во-первых, это очень интересный конкурс. Он организуется Министерством образования Российской Федерации, вообще Российским профсоюзом образования, студенческим координационным советом. Это на федеральном уровне, проводится он с 2003 года. И прежде чем дойти до федерального уровня, сначала в каждом округе, в данном случае у нас ЦФО, тоже проходил свой этап, где принимают участие мои коллеги, представители правкомов или заместители представителей правкомов своих вузов и соревнуются, так сказать, в профессиональном умении. В июле все прошло очень успешно. В городе Орле прошел конкурс ЦФО, там одержал уверенную победу. Хотя стоит отметить, что ЦФО покорился со второго раза. Два года назад немножко опыта не хватило, может быть, везение, не знаю чего. Но в итоге со второго раза ЦФО покорился. И вышли на федеральный уровень, на федеральный этап конкурса «Студенческий лидер». Он проходил в поселке Девноморске, это Петгеленджикон, где принимало участие 13 человек, 13 конкурсантов со всей России. Практически со всех федеральных округов, кроме Дальневосточного, потому что все-таки далеко ехать, и Крымского федерального округа, но там пока еще не очень знают наше законодательство. Так вот, эти 13 человек соревновались в семи этапах. Этапы были очень разнообразные, направленные, собственно, на правовое знание, на умение публично выступать, на ориентироваться, донесение информации. Ну, просто сейчас даже перечислю некоторые названия. Например, первый этап – это конкурс «Автопортрет домашний». Надо было рассказать о работе своей организации, своей личной работе в организации, при том, это сделать как можно интересными методами, то есть использовав современный графический дизайн, какие-то интересные методы донесения информации. Очень сложно, очень сильные ребята, очень сильные выступления. Следующий, такие вот правовые конкурсы – это правовая ситуация, когда тебе дается какая-то проблема студенческая. То есть студент обратился к вам с какой-то проблемой, вам надо решить, какие были нарушения, выявлены, допущенные в данной ситуации, и что надо сделать. Конкурс «Блиц» – это когда дается 20 вопросов за 2 минуты, надо быстро уметь отвечать и ориентироваться, это очень сложно. Мы все на месте, когда сидим в зале, всегда кажется, о, какой простой вопрос. А когда ты стоишь на сцене, волнуешься, тебе задают короткие и быстрые вопросы, суметь сориентироваться – это очень легко. Конкурс «Соцопрос». Когда каждому участнику давалась какая-то тематика, тебе надо за час написать анкету, потом в ночь ее просить около 50 респондентов, суметь ее проанализировать, сделать красочную презентацию интересную и донести эту информацию о том, к каким выводам ты пришел с помощью этого социологического опроса. И конкурс «Сюрприз», когда ты узнаешь задание непосредственно на сцене, тебе дается 5 минут на то, чтобы подготовить речь и выступить из какой-то речи по проблеме. Ну, лично мне удалось конкурс «Сюрприз», инфографика и соцопросы. Они больше всего, потому что там были непосредственно призовые места. А так, в итоге, высокое почетное место, второе. Это большое для себя достижение, потому что впереди пропустили себя участник из Магнитогорска, парень просто более опытный, тут уже не стыдно, мне кажется, проиграть. И он участвовал второй раз. Два года назад он занял четвертое место. Поэтому уже, гадаю, у тебя есть опыт такого конкурса, то это неоценимое преимущество, неоспоримое преимущество перед этим. Но могу сказать, что мы очень довольны нашей делегацией, к которой мы ездили, вот, Лизанский косуниверситет. Мы не просто, я один ездил, ездила команда студентов, которая помогала, потрясающе болела. И хочется им сказать большое спасибо за поддержку, потому что, ну, знаете, так, как поддерживали, дорогого стоит. Сергей, а этот конкурс, он ежегодно проводится? Да. У вас есть намерение на следующий год еще раз попытаться, чтобы занять уже первое место? Ну, я вообще по жизни максималист, оптимист. Всегда хочется добиться максимальных результатов. Поэтому, когда я ехал туда, конечно, умею держал, старался уже приложить максимум усилий, занять первое место. Но одно дело мы планируем и настраиваемся. Другое дело, все-таки туда тоже едут 13 человек, которые хотят с такими же мыслями. Да, поэтому в данном случае я думаю, что второе место – это высокий результат, который боишься надо ухудшить и потерять. Я согласен, наверное, после четвертого, после пятого места, когда какая-то вот четвертое, самое обидное место, когда ты остаешься вот в шаг от пьедестала почета, тогда у тебя есть какие-то вот эти реваншистские настроения. В данном случае, я считаю, что, наверное, не стоит это делать. Но, потому что еще как тут стоит отметить, у нас очень сильное вообще Рязани профсоюзное движение, потому что вот я принимал в этом году участие, занял второе место. Но мы можем сказать, что и в прошлом году у нас ездил участник, заместитель представителя правкома из радиоуниверситета студенческого. Он тоже занял второе место во всероссийском. То есть, получается, мы держим марку. Может быть, конечно, второе место с другой стороны такое обидное кажется, но я смотрю на это с положительной стороны, потому что это высокий уровень, который мы поддерживаем и не опускаем. И не только уровень студенческого профсоюза в Рязани, но и ЦФО. Я думаю, с вашей энергией вы найдете еще немало интересных проектов и конкурсов, где наверняка будете занимать также призовые места. Мы вас поздравляем с победой, желаем вам удачи, развития, всего самого наилучшего. Спасибо, что сегодня к нам пришли. Спасибо большое. Ну, а на этом наша программа подходит к концу. Мы желаем вам всего самого доброго. Увидимся в следующих выпусках. Субтитры сделал DimaTorzok